Бывший премьер-министр Италии, 76-летний Сильвио Берлускони демонстрирует, каково это, когда бес в ребро. Он объявил о помолвке с бывшей королевой красоты Франческой Паскали. Девушка возглавляла фан-клуб Берлускони, а сейчас работает в штабе его партии. Франческа моложе жениха-миллиардера на 49 лет. Владислав Соболев расскажет о любвеобильном политике. Ее зовут Франческа. Она из Неаполя и младше кавальера на 49 лет. Это было обычное телеинтервью. Сильвио Берлускони говорил о финансовом кризисе, большой политике, куда он вновь собирается вернуться. Неожиданно экс-премьер решил сообщить о переменах в личной жизни. И эта новость прогремела на всю страну. Берлускони помолвлен. Я обручен. Это официально. Так она из Неаполя? Да, как и вы. Как я? И намного младше? Ей 28. Она прекрасная девушка, не только внешне, но и в душе. Она всегда приносит радость. Мы очень близки. Она меня очень любит, и я ее тоже. Журналисты уже выяснили, что речь идет о бывшей мисс Неаполь Франческе Паскале. Когда-то она работала на телешоу. Но затем решила заняться политикой и даже основала движение. Сильвио, мы скучаем по тебе. В последнее время Франческа трудится в штабе Берлускони и даже дружит с его старшей дочерью от первого брака, Мариной. Пикантность ситуации еще и в том, что 76-летний кавальер и пока еще не развелся со своей второй женой, Вероникой Ларио. Больше трех лет они не могут поделить имущество. А еще Сильвио Берлускони, за которым закрепилась слава неисправимого Лавелласа, преследует целая череда сексуальных скандалов. Самый известный – дело о вечеринках в стиле бунга-бунга и оргиях на вилле Чертозе на Сардинии. Экс-премьера обвиняют в интимных связях с несовершеннолетней танцовщицей марокканкой Руби. Сам Берлускони, похоже, не обращает никакого внимания на все эти скандалы. Итальянская пресса сейчас гадает, станет ли юная красавица официальной спутницей кавальера во время предстоящих парламентских выборов. Ведь, по некоторым данным, Берлускони уже сделал предложение своей избраннице. Владислав Соболев, Вести. Владислав Соболев, Вести.